Кроме учебников и тетрадей, ученики 29-й школы приносят из дома пластиковые бутылки и жестяные банки. Еще летом здесь установили специальный фандомат. Он принимает пустую тару, а взамен выдает чеки с баллами. У нас установлено сегодня более 200 контейнерных площадок, на которых ведется раздельный сбор отходов. Что касаемо фандоматов, они стоят не только в школах. Их стоит на сегодняшний день 19. Они стоят и в управляющих компаниях, и в тех местах, где есть массовое пребывание людей. Поэтому для нас это архиважная программа. Мы хотим сделать наш мир лучше, чище, экологичнее. Почти полгода ученики и сотрудники школы разделяли мусор. И теперь пришло время наградить экологических активистов. Тем, кто собрал больше всего вторичного сырья, вручили памятные дипломы и умные Яндекс.Станции. У нас как раз дома колонки к компьютеру не было. Заодно и будет с кем пообщаться. Но лидером экологической гонки оказался охранник школы. Он не только сортировал мусор со своей семьей, но и собирал сырье у друзей и на улице. За время проведения акции Сергей умудрился сдать больше 17 тысяч пластиковых бутылок. В награду ему вручили подарочный сертификат на сумму 50 тысяч рублей. У меня слов нет даже. Не знаю даже, что говорить. Теперь я постоянно буду в таких акциях принимать участие. Детям, внукам что-нибудь подарок куплю. Какой-нибудь стоящий. Жене подарю еще что-нибудь то же самое. Чтобы им было радостно. Ну и себе, конечно, что-нибудь стоящее на память. Экопункты РТНВЕС стали продолжением масштабной программы по формированию новой культуры сбора отходов у жителей городского округа. Что важно, первый фондомат мы установили, открыли акцию здесь, в 29-й школе в городе Химке, где мы уже не первый раз делаем такие новые хорошие вещи, как раздельный сбор и также старт именно сети, крупной сети на территории Московской области. Сырье из фондоматов отправляется на вторичную переработку. Из алюминиевых банок производят тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Пластиковые бутылки станут сырьем для производства синтетической ткани спальных мешков или утеплителя зимней одежды.